Сегодня мы с вами являемся свидетелями чемпионата Европы по казацкому двобою, традиционного турнира, который проходит весной. Наш турнир собрал 450 участников и хотелось бы отметить, что на нашем турнире встретились две команды очень интересные. Они боролись за призовые места, за второе и третье место. Это сборная команда Армении, сборная команда Азербайджана. Мы все знаем прекрасно, какая политическая ситуация между этими странами, но здесь, на нашей нейтральной территории, они проявляют дружбу, спортивное уважение друг к другу, спортсмены. По итогам чемпионата на первом месте, конечно же, оказалась наша страна, сборная команда Украины, на втором месте сборная Армении, на третьем месте сборная Азербайджана. Хотелось бы отметить, что в наше время очень приятно наблюдать и смотреть именно за тем, что сражения между мужчинами проходят на спортивных площадках. Без автомата в руках, без крови, без боли, без слез матерей. А мужчины доказывают свое превосходство именно на спортивных площадках, выступая по правилам, по правилам казацкого двобоя. В нашу федерацию, Армению, пришел к приглашению в чемпионат Европы от наших украинских друзей на казацкие двобои. Мы с удовольствием откликнулись и пришли участвовать в этом чемпионате Европы. Мы в целом довольны, как здесь проводятся соревнования. И я, как представитель армянской команды, выражаю благодарность Владимиру Роденову за такой хороший и теплый прием. В Армении тоже уже развивается казацкие двобои. Но этот вид спорта, это тоже, значит, здесь шпагами делаются и борьба, и ММА, и все, короче. Здесь чисто боевой, ну, скажем, как спецназ, без стрельбы, чисто люди здесь между собой выясняют отношения. Я принял участие в чемпионате Европы с казацкого двобоя. Дрался вчера, победил, занял первое место. С выступлением очень сильно довольны. Вообще этот год складывается для меня удачно. Я стал чемпионом Европы по боевому самбо в городе Ужгород. Стал чемпионом Украины в Киеве по джиу-джитсу. В городе Тернополе я стал чемпионом по ММА. И вот вчера занял первое место. Своих успехов я добился очень трудными тренировками. Тренировал меня Александр Владимирович Надеян. Я ему за это очень благодарен.